За 7 месяцев текущего года в Республике Беларусь от несчастных случаев в результате поражения электрическим током пострадало 19 человек. 10 погибло, 8 получили тяжелые травмы. Статистика неутешительная. В сравнении с первым полугодием 2020 года в 2021 общее количество несчастных случаев увеличилось на 54%. Это цифры статистики на 25 июля и рост электротравматизма продолжается. Зачастую несчастные случаи в результате поражения электрическим током происходят от безобидных, на первый взгляд, вещей бытовой техники. А потому при использовании электроприборов так важно изучить инструкцию и соблюдать все указанные в ней рекомендации. При пользовании электроинструментом, электронасосами для полива приусадебных участков необходимо строго пользоваться указаниями, изложенными в инструкции завода-изготовителя и прилагаемым для данного инструмента инструкции. В связи с тем, что бытовые электроприборы и переносные светильники предназначены только для пользования в помещениях, применять их на открытом воздухе запрещается. Это особенно необходимо помнить при пользовании стиральными машинами, электрическими утюгами, электросамоварами. Несчастные случаи от поражения электрическим током могут произойти при использовании вне помещений магнитофонов, телевизоров, осветительных приборов и других электроприемников, предназначенных только для использования в помещениях. Основным условием безопасного применения электроэнергии является исправное состояние изоляции электропроводки, электроприборов, предохранительных щитов, выключателей, а также шнуров, с помощью которых включаются в электросеть приборы. Во избежание повреждения изоляции электропроводки не допускается. Подвешивается электропровод на гвоздях, металлических и деревянных предметах, перекручивать провод, закладывать провод и шнуры за газовые водопроводные трубы, за радиаторы отопления, вешать на провода сторонние предметы, вытягивать за шнур или провод вилку из розетки, запрещается закрашивать и белить шнуры и провода, а также выполнять другие действия, которые могут привести к повреждению изоляции или обрыву электрического провода. Но опасность поражения электрическим током может подстерегать не только дома или на производстве. Безобидное хобби – рыбалка для некоторых может завершиться неудачным уловом, а билетом на больничную койку. Ведь во время так называемой тихой охоты мало кто обращает внимание на находящиеся вверху металлические конструкции и провода, а это воздушные линии электропередач. Их опасность в том, что порой не требуется прямого контакта с таковедущими частями. Риск поражения возникает даже на расстоянии. Следует знать, что охранные зоны воздушной линии составляют для напряжения 0,4 кВт – 2 метра, для 10 кВт – это 10 метров, 35 кВт – 15 метров. Для воздушной линии напряжением 110 кВт – 20 метров, 220 кВт – 25 метров, для линии 330 кВт – это 30 метров. Отдельно хочу отметить, что запрещается ловить рыбу в местах пересечения водоемов воздушными линиями электропередачи. Это смертельно опасно. Директор филиала Госэнергогазнадзора по Брестской области Олег Дейко в нашем разговоре настоятельно рекомендовал перед использованием электроприборов убедиться в их исправности. Только после этого использовать их по назначению. Помните, что в первую очередь опасность поражения электрическим током может возникнуть при использовании электроприборов с нарушенной изоляцией. Также при использовании самодельных электроплит, печей, электроводонагревателей. При заполнении водой электроводонагревательных приборов, включенных в сеть. При касании включенных электроприборов мокрыми руками и, в частности, электроутюгов для определения степени нагрева. При проверке температуры воды руками, если в нее опущен электрокипятильник. При пользовании самодельными удлинительными, в том числе с двумя вилками. А также при нарушении порядка включения прибора в электросеть, согласно которому шнур сначала подключается к прибору и только потом к сети. Помните, поражение током относится к тем травмам, которые можно предотвратить, соблюдая элементарные правила безопасности. Только вы сами в ответе за свою жизнь.